Встречу сегодня хочется начать словами Мартина Лютера Кинга. Не каждый человек может быть знаменитым, но каждый человек может быть великим, потому что величие определяется служением. И это одна из главных тем сегодняшнего нашего разговора. У нас в гостях Лиля Саматова, как у нее у самой написано в заставке, взрослый, серьезный человек, который может в любой ситуации найти конструктивное решение. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу исходя из серьезности, скажи, как ты считаешь, и вообще, если ты серьезный человек, позволяешь ли ты себе быть легкомысленной, несерьезной, какой-нибудь смешливой? Ну, если честно, очень редко бывает такое. Не знаю почему. Может быть, какое-то воспитание привнесло это. Но я всю, все эмоции я отношу к спорту, к развлечениям, и там я выплескиваю все эмоции. Я могу быть несерьезной, но в течение времени, наверное, меньше стало это делать. То есть с годами все больше и больше серьезней, все серьезней, все серьезней. Хорошо, тогда как к серьезному человеку. В чем смысл жизни? Очень много можно ответить на этот вопрос. Можно сказать, что смысл жизни – это приносить удовольствие. Приносить удовольствие себе, но при этом не мешая другим, не делая больно другим. Или принося им какое-то неблаго. И второе – это именно приносить в жизни что-то большее. То есть не просто пожить, повеселиться, а сделать лучше мир, либо хотя бы его не сделать хуже. И современный мир – это много отходов, пластика и тому подобное. И люди иногда не задумываются о том, что сколько много всего они привносят, не замечая этого. А тут осознанно, понимая и не делая этого, ты меньше делаешь, не знаю, там, плохо экологии, и больше делаешь какого-то добра людям, как ты можешь. Не имея много денег, они иногда бывают и не нужны в благе, принося добро, тепло и людям рядом с тобой. Прошлое, настоящее, будущее. Что в этих привычках для тебя важнее всего? Я не буду врать, да, говоря, что настоящее – это все для меня. Потому что будущее, я очень часто смотрю будущее. Ну, конечно же, я понимаю и много читала, и все понятно, что настоящее – это главное. Что надо брать удовольствие сейчас. Если ты кушаешь, то кушать, не смотреть соцсети. Если ты идешь гулять, то ты гуляешь. Если ты занимаешься работой, то ты работаешь. И чтобы оно тебе давало удовольствие. Но и в будущее я тоже смотрю, потому что я понимаю, что надеяться на кого-то там не стоит. Не потому что они такие какие-то плохие, либо там государство может плохое, а потому что может любое обстоятельство поменять просто за секунду твое будущее. И чтобы оно было более-менее приемлемо для тебя или интересно, надо на него смотреть. И вот я смотрю на будущее. А вот оглядываясь в прошлое, хочется что-нибудь поменять? Какие-то, может быть, ошибки были, которые вспоминаешь и думаешь, вот бы все вернуть и поменять? Ну, нет. То есть все это просто опыт. Оно случилось так, как случилось. И если бы так не было, то я бы совсем была другая. Были такие тяжелые моменты в жизни. Много теряла. Наверное, с 20 лет я теряла из близких людей. И я бы, скорее всего, если бы этого не было, я бы не была такой сильной в плане, в определенных планах. Не была такая, какая есть. Поэтому то, что у нас было, определяет то, что сейчас есть у нас. Класс. А в чем с тебя можно брать пример? В чем на тебя равняться? Я очень скромный человек. Я не могу такое сказать. Не надо на меня равняться. Да. Какой пример? Ну, наверное, целеустремленность какая-то, что ли. То есть, если я что-то прям сильно хочу, я иду и делаю. Не знаю, я люблю очень вставать в 5 утра. Это тоже пример. Я тоже люблю. Нет, для меня это удовольствие. То есть, у меня есть 3 часа времени до работы, которые посвящаю только себе. Или своим проектам. Ну, именно своим, не общественным. Что еще? Ну, то есть, мы сейчас говорим о том, что не надо равняться на меня, но классно быть вот такими. Ну, может быть, да. И я очень люблю развиваться. Постоянно. Ну, вот у меня будет 2 высших образования. Есть там социальная психология, корочка. То есть, я постоянно что-нибудь мне интересно, я постоянно читаю, развиваюсь, что-то делаю. Не могу просто сидеть на... Ну, я сижу на одной работе, да, уже 10 лет врач-бактериолог, да. Но при этом я работала и на тренером на скалодроме. Но мне этого мало. Я опять что-нибудь интересное есть, я изучаю и делаю. Мне кажется, это двигатель прогресса. Ну, не такого глобального, а некоторых глобального. Но двигатель прогресса именно личности. Ты развиваешься, тебе хочется большего, и ты добиваешься большего. Ты не стоишь не на месте и, ну, там, винишь кого-то, например, это одно, да. И ты просто сидишь и думаешь, что все, ну, в принципе, это мой потолок. А когда ты развиваешься, ты понимаешь, что ты не потолок, а ты делаешь что-то интересное, может быть, меняешь профессию. И тоже говорят, что 5 лет — это выгорание в своей профессии. И на самом деле так оно и есть. Но есть направления в своей профессии другие. Ты идешь к ним, и ты не выгораешь. Или, ну, какую-то другую профессию осваиваешь, и идешь туда. И это больше пользы приносит социальное, да, чем ты на одной профессии, там, сидишь 25-30 лет и утихаешь, в общем, вот так. Ну, то есть получается, что развитие индивидуальности, оно развивает и общество в целом. И общество в целом, да. Я вот так считаю, и очень люблю, когда люди такие есть рядом со мной, которые тоже постоянно развиваются. Это прям здорово. Девизом или лозунгом, или определением, да, основным организацией ротаракта является фраза «Дружба через служение общества». Вот про дружбу. Что для тебя такое дружба? Что для тебя такое друг? Друг – это тот человек, который, не насмотря ни на что, тебе поможет. Это не значит, что во времени он должен быть с тобой постоянно. Но он всегда тебя поддержит, поможет. И в то же время тебя всегда поймет. Наверное, так. И разделит и радости, и печали. Ну, неважно что, он всегда с тобой открыт и такой, какой он есть. Вот это друг. Много у тебя таких? Нет, немного. Прямо вот таких немного. Но знакомых хороших очень много, которые являются такими людьми. А должны у человека быть враги? Если они есть, то просто человек сам по себе такой нехороший? Или так, что есть какие-то обстоятельства, что он такое делает, что вызывает зависть, негодование у других? Ну, в одной недавно книжке прочитал о том, что если у вас нет врагов, или люди вас там не критикуют и тому подобное, значит вы… Если у вас таких нет, значит вы идёте не туда. Если у вас такие люди есть, значит вы идёте к тому, чему надо, то есть к твоей цели. То есть враг должен быть обязательно. Ну, это я как про книжку, про книжку говорю. И, ну вот на самом деле в жизни тоже у меня такое бывает. Ну, и мне кажется, у всех. И часто бывает, что правда, ты что-то хочешь, у тебя появляются какие-то люди, которые тебе противодействуют. Если ты это преодолеваешь, ты достигаешь большего. Хотя я не очень люблю, чтобы вы были враги. И какие-то сопротивления, да. Ну, мне кажется, тоже и все не любят. Но они есть. К сожалению, я может быть счастью, потому что мы все разные. И у нас все цели свои. И всё-таки у всех есть свой эгоизм, какой бы он ни был, там, маленький, большой, истинный, неистинный. И все хотят благо и себе, поэтому конфронтации, конфронтации всегда есть. Поэтому, да, у всех есть какие бы там враги, не враги. Про книжки теперь. Есть время читать книжки? Есть какие-то авторы, которые тебе особо нравятся? Есть время всегда почитать книгу. Отлично. Каждый день? Да. Здорово. Но я стою в 5 утра или в полшестого, я наливаю кофе, я наливаю кофе, и полчаса я примерно читаю книгу. Обязательно. Ну, не знаю, это, в принципе, есть же у нас полезные привычки и, ну, не полезные привычки. Если ты себе сделал полезную привычку читать, ты уже, в принципе, ну, не можешь без этого. Как почистить зубы? Ну, так. Авторов, наверное, я не скажу. Прямо вот сейчас. Герои какие-то у тебя есть, может быть? Которым хочется следовать. Или, может, были в детстве, которым ты до сих пор следуешь? Ну, тоже такого нет. То есть, нет именно конкретного человека, которому я бы хотела равняться. Хорошо, плохо, не важно. Для меня это хорошо. Из последних, что я прочитала, это биография Арнольда Шварценагера. Вот, могу сказать, что этот человек очень интересный, на него можно равняться. И там проявление того, что человек из Австрии, ничего не имевший, приехал в Америку и стал, ну, просто своим, да, и губернатором Калифорнии. Ну, это просто безумно. Таким надо и быть. И он рассказывает, как он это делает, насколько надо вкладываться, что на самом деле просто так ничего не бывает, что все вот хотят. Но это вот как раз то, о чем ты говорила, целеустремленность. Да, у него огромная целеустремленность. Вот из таких вот последних, что читала, вот я рекомендую почитать. Хотя биографии тоже читаю, периодически раньше читала, уже перестала. Тоже интересно узнать опыты людей. Тоже не помню. Книга. Найк. Основатель Найк. Тоже интересно, как он приходил к своей компании. Тоже начинал просто бегать. Он просто любил бегать. Тоже очень интересно. А из, наверное, из прошлого, в институте я читала очень много о шоу. Очень много его критикуют. Но я не люблю его биографию читать. Я его, кстати, биографию не читала. Мне просто нравились его мысли. Например, мне было не очень. Медакадемия такой сложный, в принципе, институт. И чтобы вернуться в реальность такую, чтобы наслаждаться деревьями, природой какой-то, я его читала. И он мне давал какие-то эмоции положительные. Тоже, в принципе, если что-то такое, рутина какая-то затягивает, то о шоу очень хорошо идет. Возвращает жизнь, да. А о чем ты мечтала в детстве? И остались твоими мечтами прежними? Ибо как они менялись с возрастом? В детстве я хотела быть стоматологом. Ну, если по профессиям, стоматологом, парикмахером, по-моему, все. Стала? Нет, стоматологом я не стала, парикмахером я не стала. Но в медицину я пошла. Причем врачом-бактериологом я стала просто случайно. Я поступила в медакадемию самостоятельно на какой-то факультет, который я не совсем понимала. Медико-профилактические это гигиенисты, эпидемиологи. Я думаю, ну ладно, попробуем. Может быть, перейду на следующем курсе в лечебный факультет. Но так и осталось. Потом пошла в клиническую лабораторию диагностики. Это клиника, это лаборатории. Я поняла, что это мое. В какой-то плане, что ты с пациентами не взаимодействуешь, но при этом делаешь какие-то такие, в принципе, важные вещи, анализы. Помогаешь клиницистам. То есть ты исследователь по духу, получается? Да, да. То есть ты исследователь. И я не контактирую практически с людьми. Я немного интроверт. И это сложно было для меня, если бы я постоянно взаимодействовала с ними. А там ты как бы сидишь, есть консультации, они могут приходить, ты рассказываешь, что там сделал. Но на этом, в принципе, все. И это мне помогло. То есть мне нравится такая работа. А больше, в принципе, я мечтать, ну, не мечтала ничего. Так вот, если подумать, вспомнить. Нет, наверное, нет. То есть ты с вирусами на ты. Эй, привет. Да, стараюсь. Не с вирусами. Вирусы – это вирусология. Я бактериолог. Бактериология. То есть чуть больше. Вирус – это в клетке, а бактерия – это клетка. Так, если… Я услышал, что ты интроверт. В каких ситуациях ты предпочитаешь все-таки одиночество в общении? Во всех. Ты такая, что интроверт. И я все время, да, в одиночестве предпочитаю быть. Ну, и вот если сказать про интроверт, утром мне помогает потом быть, ну, с людьми, например, да, если я утром встала, я побыла с собой, все сделала, следующий весь день я могу быть с людьми, там, общаться, разговаривать и все остальное. То есть утро дает тебе вот возможность побыть самой собой, а дальше ты уже идешь в социум. Если мы уезжали в какие-то походы, летом мы со скалодромом берем детей и отправляемся, например, рядом, как же называется, савушки всякие, это рядом буквально 100-300 километров от Омска, сборы. И там постоянно быть с детьми, постоянно быть там на людях, да, и очень сложно. Потом переходишь, приезжаю, я приезжала и отдыхала неделю от всех. Почему? Я в домике. Да, я в домике. Вот. Ну, как бы надо побыть собой интровертом, надо побыть собой обязательно. Хорошо. Немного возвращаясь к книгам, какой самый ценный совет, самую ценную мысль ты вот оттуда извлекала для себя? Есть какая-то такая прям, либо твой девиз какой-то, либо вот прям цитата, которая тебе запомнилась? Очень много всяких цитат, но я люблю, не помню где, наверное, в книге Эрнольда Шрустнеггера. Уважай свое время. Уважай свое время, тогда оно будет тебя уважать. Если ты ничего не делаешь и ленишься, то тебе время также будет относиться. Оно будет пролетать незаметно. Ты помнишь об этом каждую минуту? Нет, не помню каждую минуту, конечно. Забываешь? У меня есть на экране компьютера на работе стикер «Уважай свое время». Да, иногда я периодически смотрю. То есть, получается, каждая минута должна нас развивать? Ну, это, конечно, было бы идеально. Идеально. Я про идеальную ситуацию говорю. Идеально, да. Но отдыхать, конечно, тоже надо. Но отдыхать можно тоже активно и интересно. Да, конечно. И с пользой. Да. У тебя есть в Омске какое-то любимое место, где тебе больше всего нравится бывать? Или которое просто нравится? Ну, это скалодром на Зеленом острове. Это место... Я туда пришла на втором курсе медакадемии просто позаниматься. Все друзья, которые у меня были, они все ушли. Я осталась одна на скалодроме. То есть, со временем, да, с течением полугода они все ушли. Им перестало быть интересно, а мне стало интересно. И я начала со всеми общаться там. Первый год, наверное, это была огромная такая компания, которая прям просто позитива была везде и всегда. Затем один тренер уехал в свой город, и я сказала своему тренеру, можно я попробую потренировать? Это был где-то четвертый курс, пятый курс медакадемии. Я начитала, естественно, книг всех по скалолазанию. И начала тренировать полтора часа три раза в неделю. И вот так вот я там тренировала детишек. Детишек и взрослых. И это место, и с течением времени я уже перестала тренировать, потому что у меня другая работа сменилась. Не смогла время уделять. Там я, в принципе, не получала практически никаких денег. Ну, там, ну, это твое прям хобби, твой интерес. И теперь я уже прихожу туда заниматься, ну, как своя. То есть там меня все знают, меня всегда примут. Я захожу в тренерскую, естественно, там я... То есть это такой мини-дом, который тебя всегда примут. Там тебя всегда знают. Ты придешь и всегда там будешь улыбаться, смеяться, там, разговаривать. Это точно и навсегда, наверное. Ну, так вот, примерно. Такое место. А какие, на твой взгляд, есть проблемы у Омска? Ну, скажу, три проблемы для Омска. Чего тебе не хватает в этом городе, чтобы он был для тебя? Ну, либо идеальным, либо хотя бы хорошим, там, терпимимым. Ну, наверное, первое, это малое развитие спорта и физической культуры. Если у нас очень много зданий, где продается и покупается много-много вещей, то у нас нет даже одного здания, где будет экстремальный вид спорта, либо какой-то вид спорта. Да, у нас появились бассейны несколько, но сравнивая там с той же Казанью, как у них, с тем же Красноярском, который имеет большущие на острове здания с экстремальными видами спорта, я там была, и там просто можно зайти и выйти только через день, два недели. Вот. Этого не хватает, потому что одной из составляющих здорового образа жизни, вообще жизни — это физическая активность. Я особо не пропагандирую, что она является прям вот здоровым образ жизни, всё это, оно и есть. Я считаю, что человек должен развиваться во всех своих направлениях — в умственном, физическом, эмоциональном. если эти три составляющих будет, имеет место быть в жизни, то можно быть и в 70 активным, и всё помнить, и знать, и путешествовать, и в 80, и в 90, и я таких скалолазов знаю. Ну, это вот мой, как бы, такой идеал. Одна проблема города. Второе — это, наверное, дороги в область, потому что сейчас область развивается, люди начинают покупать там дома, уезжать, отдыхать. То есть, как бы, они понимают, что природа — это хорошо. И дорог там нет, к сожалению, нет. Вот вчера ехали, особо нет. Третье — раньше город был Сатом. Омск — город Сат. Сейчас этого тоже нет. Хочется, чтобы не было такого прям города урбанистического, да. То есть, хочется какие-то зелёные зоны. Опять же, тот же Красноярск был там, там везде есть деревья, везде есть какие-то кусочки в самом городе, в которые можно вот посидеть даже. И та же Казань. У меня просто папа с Казани, и я тоже очень люблю Казань. Ну, там просто очень красиво, там очень чисто. Ну, наверное, тоже чистота, или вот у нас тоже нет чистоты никакой. Хорошо. А если мы возьмём отдельно молодёжь, для молодёжи в настоящее время, с твоей точки зрения, чего не хватает? Какой-то струны, что ли. То есть, они сейчас предоставлены сами себе. У них есть интернет, они имеют всё пространство, да, и всю информацию, которую можно взять. Но они её берут и не знают, что взять. Её очень много. И если бы было такое, чтобы... Ну, вообще-то даже иметь функцию родителей, направление, но очень часто бывает, что они не дают, потому что у них тоже нет какого-то направления. И вот что было направление у детей, какой-то цели, какие-то глобальные даже цели, пусть будет. Даже с детства можно начинать, ну, не начинать, а иметь какую-то глобальную цель в будущем. И вот чтобы этот стержень был, да, чтобы пример, чтобы из этого большого количества информации брать то, что тебе нужно. Вот, наверное, этого и не хватает. Считаешь ли ты себя патриотом? И кто такой, в твоём понимании, патриот вообще? Ну, наверное, я не считаю себя патриотом. Как бы это грубо не звучало. Потому что... Наверное, я немного разочаровалась в Российской Федерации. Буквально там 15-20 лет назад ещё был патриотизм, когда ещё помнили, что такое дедушки и бабушки, которые были на войне, да, их уважали, их понимали, знали, ценили, понимали, что такое война, понимали, что может произойти, что надо сплочённость. Сплочённость — это очень важно для всего государства. А сейчас это уже всё перестаёт иметь место быть. люди, бабушки, дедушки, умирают. И патриотизма уже в наших современных детях уже нет. Они не понимают, что это такое. Патриотизм — это то, что... Это уважение государства, наверное, так. Это уважение, это борьба за него, это понимание, что государство будет за тебя идти, и ты будешь идти за государство, что бы ни случилось. Сейчас этого нет. Разочарованием государства по определённым последним реформам, которые идёт, я понимаю, что оно меня уже не защитит. Я вот считаю так. Я никак не хочу никого о своём мнении навязывать, но я считаю, что оно меня сейчас не защитит. Поэтому максимально то, что я могу делать, в какой-то месте, я делаю это сама. Раньше патриотизм был где-то лет 20, ещё там был точно, сейчас уже его нет, к сожалению. И всё-таки, несмотря на это, ты остаёшься в Омске, хотя из Омска сейчас очень много людей уезжает. Как ты считаешь, вот всё-таки стоит оставаться, независимо от того, что идёт какое-то разочарование, о котором ты сейчас говорила, стоит ли оставаться там, где ты есть, и стараться что-то сделать иначе? Или уезжать в поисках лучшего места? Хорошо там, где нас нет. Это будет так всегда. Ты приедешь туда, и там будут свои проблемы, свои. Ну, даже в ту же самую Казань ты приедешь, можешь достолкнуться с тем, что ты не найдёшь ту работу, которую можешь, потому что всё там занять. Например. Поэтому лучше остаться здесь. И не место тебя делает, а ты делаешь место. Ну, я так считаю тоже. Ты делаешь пространство своё сам, а не пространство у тебя. Поэтому Омск, это твоё пространство, где ты можешь заниматься чем угодно. Сейчас, тем более, онлайн, это как бы... Захотелся, ездил в онлайне, всё посмотрел, да, и опять. В общем, остаёмся в Омске. Теперь немного помечтаем. Если бы ты оказалась перед президентом Федерации, Владимир Владимирович Путином, что бы ты ему сказал, и о чём бы... Поэтому, что у него есть, что у тебя спросить, как бы, вот, а ты, что бы у него спросил? Хорошо, если бы было вот так. Один просто вопрос, и две минуты времени. И тебе говорят, вот, Лиля, возможность, две минуты, один вопрос. Вот что важное, самое хочется узнать у него? Что происходит? Это вопрос? Да. Что происходит? Ну, честно, не знаю. Главное, чтобы у него было на ответ больше времени, а не две минуты, да? Да. Про будущее, Горазия. Как тебе видится? Ближайшее будущее, скажем. Ну, не ближайшее, а далёкое будущее. 5, 10, 15 лет. Что ждёт нашу страну? И чего бы тебе хотелось, чтобы было в России через 10-15 лет? Ну, я всё-таки за положительное, позитивное будущее. Я надеюсь, что Российская Федерация у нас будет расти, экономически будет вставать и будет переходить на... Она берёт примеры, конечно, с США и из Европы. Мне надеюсь, она будет брать примеры, те самые, которые необходимо брать. Да, не развитие там, фастфудов, Макдональдсов, и всего остального, а развитие ещё экономики, развитие экологии, как необходимо её беречь, потому что запасы нефти не всегда у нас будут, развитие электрокаров и всего остального, электрического. Я надеюсь, что это всё будет приходить к нам. В принципе, сейчас это уже видно по развитию экономики, но я надеюсь, что она будет развиваться. Оставайтесь с нами. Развиваться – это здорово. И да, конечно, помните, что каждая минута вашего времени – это великая ценность. Продолжение следует...